В этих прогнозах и ожиданиях будем разбираться далее. С нами на связи Игорь Яковенко, российский журналист, социолог. Игорь Александрович, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. 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 Игорь Александрович, если мы говорим о том, что вся экономика, вся Россия, она вот так, вот таким масштабным подходом переходит на военные вот эти рельсы. Но если это действительно происходит, то как это влияет на путинский режим? Это способствует усилению или, возможно, наоборот, как-то создает определенную почту, предпосылки для того, чтобы возникало определенное недовольство, и в скором времени оно как-то аккумулировалось, приводя к определенным изменениям среди политиков, возможно, в самом кремлевском режиме? Ну, тут, понимаете, само по себе изолированный вот этот переход на военные рельсы производит следующие вещи. Во-первых, существует совершенно очевидный дефицит рабочей силы на рынке труда, потому что большое количество уехавшихся – это прежде всего люди, которые обладают какой-то компетенцией. То есть идет отток в две стороны. С одной стороны, достаточно большое количество трудоспособных людей направляются на фронт и уже ложатся в украинский чернозем. И это, ну, казалось бы, не очень большие цифры. Там говорят о 100 тысячах потерь примерно. Но вроде бы как по сравнению с миллионами это немного. Но это наиболее трудоспособное население. А миллионы уезжают. То есть на самом деле происходит отток в две стороны. Одна часть едет на фронт, другая часть едет из России. И это наиболее трудоспособные люди. То есть это происходит, в результате этого происходит, в общем-то, серьезное, так сказать, падение экономики. Ну и в целом это препятствует вот тому, о чем вы говорите, переводу страны на военные рельсы. Собственно говоря, на тех же самых военных заводах довольно скоро некому будет работать. Или некого будет забирать на фронт. То есть это вот так, так устроено. Вторая сторона вопроса. Это то, что, безусловно, вот этот перевод, все для фронта, все для победы. Во-первых, так не получится. Потому что страна, в принципе, не приспособлена для такой жизни. То есть попытаться реализовать сталинский образец, то есть надеть эту шталинскую шинель на страну не получится. Потому что принципиально другое устройство страны. Это все-таки путинский фашизм и сталинизм, это две совершенно разные модели. Там была идеология, там было, так сказать, было, что называется, такой достаточно жесткий контроль всего и вся. Здесь этого нет. Здесь нет в конечном итоге даже, так сказать, института прописки. То есть есть рынок жилья, это все вот в один раз, в одну секунду отменить невозможно. Есть открытые границы. То есть, ну, в общем, несмотря на все аналогии со сталинским режимом, тем не менее, это все аналогии поверхностные. Поэтому вот то, о чем мечтается там на каналах Соловьева ввести, так сказать, сталинский режим в стране, это все утопия. Это невозможно. Второе, это то, что тотальное поражение, которое, в общем, неизбежно путинский режим будет терпеть, ну, видимо, все-таки, скорее всего, уже в 2023 году. Это будет, результатом этого поражения будет обрушение режима. Ну, потому что вот сейчас уже идет процесс приватизации армии. Фактически, единой армии уже в значительной степени нет, потому что на фронте уже командуют разные командиры, которые не подчиняются Министерству обороны, Генеральному штабу. Там ЧВК Пригожина, так сказать, бандиты Кадырова, еще порядка двух десятков ЧВК, которые создаются и происходит вот такая вот приватизация армии. И это на самом деле в совокупности с тем, что в регионах создаются, так сказать, отряды территориальной обороны, это, по сути дела, предпосылка для развала России, для распада России. То есть война империалистическая против Украины, она постепенно имеет тенденцию перерастать в войну мафиозную, которая будет вестись на территории России. То есть это будет война за территорию и ресурсы, за передел территории и собственности. К этой войне как раз сейчас готовятся вот эти вот ЧВК, которые создаются в том числе и вот тем персонажам, которые сейчас на вашем экране с умным видом, так сказать, чего-то там показывает Путину. Я имею в виду министра обороны. Вообще, я не знаю аналогов, когда министр обороны создавал бы на базе собственной армии частную военную компанию. Зачем ему частная военная компания, если он и так, что называется, является министром всей российской армии? Причина одна. Все готовятся к послепутинскому разделу страны. На самом деле страна к распаду готова. И это один из, это не единственный, безусловно, но это один из сценариев дальнейшего развития событий после поражения путинской армии в этой войне. Знаете, Ольга Круносова когда-то в нашем эфире сказала, а Путину все равно, после него в России пусть хоть трава не расти. Я так запомнила эту цитату. И ведь на самом деле все, что сейчас делает Владимир Путин и военное командование в Российской Федерации, невольно приводит к выводу, что Путин-то воюет не только против Украины. Путин-то воюет еще против своих граждан. Он делает все против Российской Федерации. Ну, как минимум, уничтожает генофонд, отправляя такими количествами на фронт просто в качестве живого счета. Есть санкции, которые так или иначе будут влиять на экономику даже после войны, потому что санкции не снимаются одним днем. И этот список можно так продолжать. И вот на самом деле, как вы считаете, они будут способствовать также тому самому развалу Российской Федерации? И тот факт, что после окончания войны некоторые регионы Российской Федерации, которые сами себя в принципе в состоянии будут обслуживать и обеспечивать, они просто не захотят тянуть этот имидж, который будет на Российской Федерации еще очень-очень много лет, конечно же, не один десяток лет. Что просто они не захотят ассоциироваться с этим террором, с этой агрессией, с которым уже ассоциируется в цивилизованном мире Российская Федерация во главе с Путиным. Все так, за одним только изъятием из того, что вы сказали, я бы изъял вот это ограничение, что только те регионы, которые могут самостоятельно себя обеспечивать. Дело в том, что сегодняшняя российская экономика устроена так, что никто не знает, а какие регионы в состоянии себя обеспечивать. Ну, так примерно представление есть, там Татарстан, так сказать, еще кто-то. Но в целом, поскольку сегодня практически все регионы переводятся в режим дотационный, почему? Потому что Москва, федеральный центр изымает из бюджета всех регионов большую часть. И дальше перераспределяет по своему усмотрению. И поэтому сегодня невозможно определить. Вот понятие регион-донор и регион дотационный – это в значительной степени очень условное понятие. Поэтому какие регионы в состоянии себя прокормить, а какие нет – это вопрос будет решаться, ну, что называется, на практике. Я полагаю, что практически все регионы захотят отделиться. То есть, точно так же, как когда разваливался Советский Союз, очень многие говорили, ну, что там страны Балтии, как они могут, вот эти Балтийские республики, как они могут самостоятельно существовать? Прекрасно существуют. Просто прекрасно существуют. Несмотря на то, что считалось, что, так сказать, они самостоятельно, то есть, были там специалисты, экономисты, которые говорили, что самостоятельно существовать они не могут. Точно так же целый ряд центрально-азиатских стран. Ну, да, там, короче говоря, я думаю, что, так сказать, развал России произойдет, причем тотальный развал, не будет ни одной. Так же, как не было ни одной республики Советского Союза, которая выступила против развала Советского Союза, практически все первые секретари и вообще руководство ЦК Союзных Республик с восторгом восприняли развал, с удовольствием превратились в руководителей независимых государств. Точно так же и главы субъектов федерации с удовольствием воспримут идею стать главами независимых государств. Другой вопрос, что вот в этом, в этой мафиозной войне вполне возможно примут участие не только, так сказать, территориальные главы субъектов и их территориальные войска, но и, так сказать, федеральные структуры, такие как ЧВК многочисленные, такие как Росгвардия и так далее. То есть это будет мафиозная война, которая приведет к существенному изменению границ. Но это, что называется, уже другая история. Но в целом у меня нет ни малейших сомнений, что идею распада России будут приветствовать практически все субъекты федерации вне зависимости от их экономического положения. Точно так же, как эту идею приветствовали все республики Советского Союза вне зависимости от их экономического положения. Здесь, что называется, политика и шкурный интерес превалируют над идеями экономической целесообразности. Игорь Александрович, хотели бы от вас получить оценку еще от такого явления, но нового вам, потому что речь идет о размещении ПВО на крышах административных зданий Москвы возле резиденции Путина. И это все не для защиты столицы Российской Федерации. Так, власти России хотят защитить самих себя от возможных последствий, начинающейся в РФ гражданской войны. Такое мнение в эфире телеканала Freedom высказал политехнолог и писатель Михаил Шейтельман. Давайте услышим его позицию, далее обсудим с вами. И заметьте, они защищают свои собственные административные здания. Они не военные заводы защищают, правильно? Не нефтебазы, где как бы реальный риск. Не базы для мобилизованных, например, а именно административные здания. Поэтому боятся они революции, они боятся переворотов в стране военных. Они боятся, что стрелять по ним начнут изнутри Москвы. Что какой-нибудь условный ЧВК Вагнер, но это в данном случае не важно, что это Вагнер или не Вагнер, начнет воевать с Министерством обороны. Это защита от того, что беспилотниками будет пулять ЧВК Вагнер из Садового кольца или из Химов. Игорь Александрович, размещение ПВО, что это за признак? О чем он говорит? Ну, с точки зрения в целом каких-то элементов военной науки, то это признак сумасшествия. Потому что что вообще по всем даже, ну вот элементарно, любой человек, который хоть как-то на уровне, так сказать, лейтенанта представляет себе, что такое противовоздушная оборона, знает, что противовоздушная оборона создается по периметру охраняемого объекта. То есть, условно говоря, она должна, все эти, так сказать, устройства и установки ПВО должны устанавливаться в Московской области, по периметру Москвы, а никак не, так сказать, на этих самых, на этих зданиях. Потому что, что это означает? Это означает, что там ракета или дрон будет сбиваться, обломки этой ракеты будут падать на голову москвичам. Ну, то есть, просто реально, как это будет выглядеть? Ну, сбил ты ракету, так сказать, которая подлетает, значит, она падает в черте города, она падает на голову москвичам. И вполне возможно, как бы на то самое здание, которое охраняется. То есть, на самом деле, это, ну, некоторые, с моей точки зрения, признак идиотизма. То есть, это вот выглядит, как какие-то там, я не знаю, шапочки из фольги, которые надевают на голову, значит, люди не вполне здоровые для того, чтобы защититься от излучения инопланетян. Вот, поэтому это, ну, странная, дурацкая идея. Что касается того, что говорил наш с вами уважаемый коллега Шейтерман, ну, да, в какой-то степени возможно, что кто-то, там, война, действительно, война в мафиозных кланах, мафиозная война, она начнется. У меня есть некоторые сомнения, что ЧВК Вагнера начнет стрелять по Министерству обороны. Там просто соотношение сил немножко другое. То есть, любая, я думаю, что ЧВК Вагнер действительно примет участие в разделе России. Но я очень сильно сомневаюсь, что Пригожин решит напасть, там, на Министерство обороны, на Росгвардию. Потому что соотношение сил, конечно, совершенно другое. Там эти 50 тысяч вагнеровцев, они будут просто уничтожены, как их прихлопник, как муха, что Росгвардия, что ФСБ. Поэтому, ну, там у Пригожина, он достаточно рациональный, неглупый человек. Он прекрасно понимает, что его участие в разделе распиле, растаскивании России, оно может быть весьма эффективно. Но, скорее всего, он будет заниматься, так сказать, борьбой за лакомые куски. Во-первых, наверное, так я предполагаю, захочет сохранить за собой, так сказать, такую свою вотчину, как Центральную Африканскую Республику, возможно, Сомали. Ну и очень, наверное, захочет приобрести какие-то куски территории или влияние на каких-то наиболее лакомых кусках территории, там, в Тюменской области, еще в каких-то нефтяных и газовых районах. Но это уже, так сказать, скажем так, заглядывание в несколько отдаленное будущее. А поскольку горизонт планирования эта война сократила до очень короткого, то я думаю, что, ну, есть некоторая безответственность в том, чтобы прогнозировать столь отдаленные перспективы. Общий вектор для меня очевиден. Это тенденция к развалу России и к переводу войны империалистической в войну мафиозных кланов. В войну мафиозную. И вот также хотела еще добавить одно мнение, которое сами также обсудите в эфире. Стоило бы России всколыхнет гражданская война. В этом уверен политолог, публицист Андрей Пенковский. И вот, по его мнению, Россия распадется не мирно на отдельные там республики по этническим признакам, а образуются именно вооруженные кланы, которые будут между собой воевать. Услышим цитату и продолжим обсуждение этой темы. Обратите внимание, растут как грибы после дождя частные армии в России. Армия Пригожина, армия Кадырова. И даже министр обороны Шойгу, это бред какой-то, зовет в свою частную армию. На днях крупнейший миллиардер, кошелек Путина Тимченко, тоже создал свою армию. Они готовятся к другой войне, к гражданской. Они понимают, что война в Украине проиграна и начнется громадный передел собственности. Новая гражданская война в России будет не такой, как в 1917 году между красными и белыми. На этот раз богатые криминалисты будут делить между собой имущество, которое останется после падения режима Путина. Вот для этого они и создают частные армии. Андрей Пиантковский, политолог и публицист. Так вот, сколько-нибудь анализируя положение дел самой Российской Федерации и отношение, в принципе, к миру, то там же эта враждебность как будто бы воспитывается в обществе, насаживается еще также в школах, в детских садах. То есть это как будто бы вкладывается в умы россиян, и так или иначе это может на самом деле сыграть абсолютно, ну, такую негативную роль для самой Российской Федерации. Потому что мне кажется, что даже опираясь на этот факт, какого-то мирного распада быть не может попросту. Потому что очень много негатива в обществе, очень много враждебных настроений, которым россияне так или иначе уже привыкли. Ну, я, прежде всего, хотел внести микроскопическую коррективу в тот комментарий, который Андрей Андреевич сейчас, тот комментарий Андреевич, который вы сейчас опубликовали. Мы довольно много с Андреем Андреевичем обсуждали эту тему. И я думаю, что Андрей Андреевич согласится со мной в том, что никакой гражданской войны, конечно, в России быть не может. По одной небольшой причине, потому что в России нет граждан. Что имеется в виду? Собственно говоря, гражданская война, она носит всегда некий идеологический характер. То есть там, как бы, какие-то гражданские цели преследуются. Как, в частности, была война между красными и белыми. Здесь чисто мафиозная война, это никакая не гражданская. Это первое. Что же касается вашего утверждения, вашего вопроса, я бы тоже здесь внес некоторые коррективы, связанные с тем, что проблема не только и не столько в этой ненависти, которая разлита в обществе. Да, это так. И этот заряд ненависти, безусловно, будет очень важным топливом для вот этой войны всех против всех, которая неизбежно ждет Россию. Но мне кажется, гораздо более существенным фактором, более важным топливом для этой войны будут те люди, которые и уже являются те люди, которые сейчас возвращаются с фронта. Это тот самый украинский синдром, который неизмеримо превышает афганский синдром, который вот каждый из нас, кто застал войну в Афганистане, наблюдал. Когда люди, приходящие с фронта, обожженные с фронтом, обожженные этой войной, не могут врастать в мирную жизнь и ищут себе применение в какой-либо другой войне. В частности, после афганской войны, и после чеченских войн, и первой, и второй было достаточно большое количество людей, которые, возвращаясь с фронтов, значит, афганских и чеченских войн, приносили с собой оружие и вступали, так сказать, в какие-то криминальные сообщества, используя свои навыки убийства уже в мирной жизни, на гражданке, так сказать. И вот здесь, но украинский синдром, он многократно будет превышать и афганские, и чеченские вместе взятые, во-первых, по масштабу, а во-вторых, по накалу ненависти, который там присутствует. И уже сейчас, ну вот сейчас по цифрам, на более чем на 20% возросло количество, еще не пришли еще в большом количестве люди с фронта, вот эти вот люди, которые по недосмотру украинской армии не легли в украинский чернозем, а вернулись все-таки в города и села России. Так вот, более чем на 20% увеличилось количество преступлений с использованием огнестрельного оружия, потому что люди, кто их там проверяет, кто у них там гранаты отнимает, пистолеты отнимают, а при желании можно привезти с войны и гранатомет, и автомат Калашникова и так далее. То есть, и вот эти люди, которые хлынут после поражения российской армии от Украины, они все хлынут с фронта и хлынут на территорию России. И это будет как раз тот горючий материал для вот той смуты. Если в целом говорить, то это будет та самая смута, которая в свое время сотрясала Россию неоднократно на протяжении веков, которая хоронит это российское государство. Я думаю, что это произойдет и так, и это будет окончательный распад Российской империи. И фактически конец большого исторического проекта под названием России. То есть, Путин самое главное, что он сделал, конечно, он совершил гигантское преступление по отношению к Украине, но самое большое преступление, потому что Украина выживет, возродится и станет процветающей страной. В этом нет ни у кого никаких сомнений. А вот что касается России, то я думаю, что исторический проект этой страны завершается. Россия как империя исчезнет, и в принципе я не думаю, что страна с таким названием будет существовать в какой-то исторической перспективе. Игорь Александрович, спасибо вам за разговор, за ваш анализ в прямом эфире телеканала Freedom. Благодарим. Игорь Яковенко, российский журналист, социолог, был с нами на связи.